МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Толярадо компании Гомелю, студия Працой, Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. До помога не спыняется. Громадские организации протягивают оказывать поддержку медикам. «Антивирус-2020» в Беларуси стартовал международный конкурс по створению сродков индивидуальной обороны от вирусных инфекций. Сегодня Международный день биологичной разностайности. Вся рот основных метод этого дня бороться базы инвазивными рослинами. А сейчас об этом иншим больше подробно. Размова о развитии военно-промыслового комплекса уприватности ракетной вытворчивости в Беларуси так самоогляд новинок у сброения и военной техники. Кировник Державы наведал в опытно-выпробовальный участок предприемства АКБ ТСП. Александр Лукашенко поглядев на наиновшие узоры зенитно-ракетного у сброения и ракетной техники. Подобная вытворшись у сферы ВПК – стратегичная задача, якая дозволяя повелишись обороноздольность краины. Речь сегодня пойдет о ракетном оружии, а конкретно о производстве ракетного вооружения. Хорошо бы было, если бы все государства взяли и отменили войну. Но пока еще никто не отменяет войны. Несмотря на разного рода эпидемии, пандемии, истерии, войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Так точно. Никуда не денешься. Если не будешь готовиться, не дай бог, конечно, к войне сейчас, то будешь пожинать горькие плоды потом. Как бы это ни было дорого, наша стратегическая задача в сфере обороны – если вдруг нанести неприемлемый урон, ущерб противника. И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, думает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить. И ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружения на сегодняшний день – это ракеты. Ну и в силу того, что наша страна лесисто-болотистая, это всегда давало нам преимущество, мы свою армию приспосабливаем к борьбе, войне и в этих условиях. Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства. У нас нет такой возможности, необходимости. Мы миролюбивая страна. У нас, к нам нет такого интереса, в кавычках, со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы не можем это делать. Это очень дорогостоящая вещь. Ну и нам это, в принципе, на сегодняшний день не нужно. Мы должны ориентироваться на то, что возможно. Ориентироваться к той войне, которая, возможно, будет против нас. Поэтому мы создаем соответствующее ракетное производство. Я не сбрасываю со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. Мы это все показали на параде. Так само президенту доложили об распроцовках уже близких до завершения. У основном это сфера модернизации техники, которая находится на узброении белорусской армии. Створяя предприемство и сучасную инновационную зброю, которая отповедает с усветным стандартам. Дательные узоры сдольны истотно нарастить экспортный потенциал нашего ВПК. Это штыжится и альшинных ракет. До веры сняча каем першивопытный экземпляр трехсотки. Такис Нарад поражает цель на отлеглости до трехсот километров. Для выпробований этой ракеты разглядаются полигоны некольких держав. Конечно, российский вариант был бы самым максимальным с точки зрения логистики, но позиция... Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал. Если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет, слушайте, это вопрос. Александр Лукашенко дал конкретные дорушения по выражению проблемных пытаний. Так само президент покинул подпис на первой белорусской зенитной керуемой ракете. Я и пуск, скажите, вели в этом году с модернизованного зенитного ракетного комплекса «Бук». Особое конструкторское бюро, якое наведал белорусский лидер, створено в начале 2000-го. Предприемство не только створяет новые системы узброения, але и обновляя истинующие узоры. В целом же середины 90-х белорусские Узбройные силы прошли некольких этапов модернизации. У всех этой кроки накированы на умоцовании обороны. Завтра же хоры нашего региона могут звернуться по телефоне до представников мясовой улады. У Гомельске мабл-выконками на пытание громадян откажет наместник старшини Владимир Прывалов. Телефон для совести 33-12-37. В этот час прямо отзванки будет керавник справ Гомельского гарвыконкама Алексей Васюченко. Номер телефона 33-07-62. Прамые линии, как и звычайно, працуют с 9 до 12 годин. Коли не льга самоизоливаться, застаётся просто больше осторожно поводить обе у посадённым житти. Например, по час вымушенных поездок. Не усе могут дозволить сабе уластный автомобиль. Большаясть людей корыстается громадским транспортом. Два месяца тому мы уже оздымали сюжет об дезинфекции автобусов. За этот час Абл-Аутотранс увёл додатковые методы опрацовки. Что изменилось, у сюжете Марыны Джалой. Валентина Дашковская проехала у Гомельс-Бабруйска до сестры. Кажа вымушена была. Инакше не подвергала в себе такой рызыцы. И усех закликая по махшимости быть дома. А коли приходится выезжать, не гребовать правилами, якея снуют зараз для усех. Восьмого входа у автовокзала антисептик. Это так само клопот обеспеции пассажиров. Важно мимо не проходить. Я с собой ношу антисептик. Он стоит у меня с собой здесь. Повязку не снимаю. И на работе я еще работаю. И на работе. У нас строго идут. Большие баллоны тоже на работе все стоят. Это обрабатывается. И стараюсь на выходных у этих деревней. Сколько из пассажиров до билетных кассы в зале чакания автовокзала значительно сменшилось. Собычно тут у разгардачного сезона их было вельми шмат. А для тех, кто все же таки користается межгородним транспортом, а так само для самих работников, продугледжены у семах чумые меры безопасности. Нашими сотрудниками производится с периодичностью каждые два часа обработка общественных мест. Постоянно производится обработка служебных помещений. Сотрудниками автовокзала регулярно проводятся осмотры транспортных средств, находящихся на автовокзале. На предмет наличия ДЭС-средств для обработки салонов. На предмет наличия у водителей печаток. На предмет наличия у водителей масок. И также регулярно проверяем отметки о контроле за обработкой салонов в ведомостях по ДЭС-обработке. Колкость пригородных маршрутов Гомель-Абла-Аутотранс снизил. Припынены рейсы по 21, а зараз автобусы курсируют по 64. Маршруты по Гомеле, их 82, засталися усе, але по некоторых скоротили колькость рейсов. Пассажиропоток поменьшился прикладно на 30%. Неглядячи на это, меры профилактики на дворот усмоцнили. Цивились мобильные бригады, которые проводят дезинфекцию на стоянках автобусов, калиперопынок помеж рейсами, складая у них не меньше к паугодины. Каб дезинфекующий раствор поспел высохнуть, а салон проветрится. С начала мая для усиления проведения дезинфекционных мероприятий мы создали мобильные группы, которые на сегодняшний день обрабатывают наш пассажирский транспорт на конечных остановках при длительных отстоях. Также автобусы у нас обрабатываются в парке при проведении ежедневных уборочно-моечных работ. Каб минимизовать рызаку захворительного коронавируса, важное взаимодействие. Кабрацовка транспорта – это вельми добра, але не менш важна, каб люди так само проявляли усвядомленность. Ездить в транспорте треба в масках и пальшатках, и лучше пропустить переполненный автобус, чем дыхать один одному спину. Каб не шкодовать завтра, лучше робить все, что залежит от кожного из нас, сегодня. Принаджала Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская областная инфекционная больница проводит колоссальную працу по ляжению хворых на коронавирус. Угаты нелегкие для краины перейцы, у працонники больницы за все доокружены клопотом необояковых людей. Сегодняшняя акция Гомельской областной организации «Червоного крыжа» тому подтверждение. Партнерство «Червоного крыжа» и необояковых людей из всей краины – уродливая хлеба для добрых справ. При поддержке компании «Кока-Кола» областное отделение организации пера дала Гомельской областной инфекционной больницы 800 литров пятной воды. Продприемство активно подтрымливая медицинские установы по всей краине. Мы хотим точечно оказать содействие и помощь в Минске и регионах Беларуси. На данный момент раздано более 10 тысяч литров воды медработникам, участвующим в борьбе с пандемией. Для персонала больницы подтрымка заусюда актуальная. А коли на дворе потеплее, запас пятной воды будет особливо запотрабованным. «Сейчас прохладно на улице, но скоро будет лето, скоро будет жарко, и потребность в жидкости в воде, конечно же, будет увеличиваться. Средства защиты не позволяют во время работы принимать жидкость, поэтому это будет только после выхода из грязной зоны». С самого початку распаусюджывания инфекции Гомельское областное отделение червоного крыжа сотейничая боротьбе с COVID-19. Медики усею в области отшувают их клопот. Спектр допомоги, якую оказывает организация, саправды широкий и уключая розные виды работ. «Это и работа с волонтерами, которые непосредственно сегодня участвуют, оказывают помощь пожилым людям, инвалидам, людям, которые находятся на самоизоляции, в доставке продуктов питания, в доставке медикаментов, в доставке рецептов, для того, чтобы они все-таки находились дома и берегли свое здоровье». С допомогой надейных собров «Червоный крыж» будет работать усе махтшимы, а как герои у белых халатах ведали. Громадство их ценить. Миколай Скинсиян, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель». Антивирус-2020. У Беларуси стартовал международный конкурс по створению сродков индивидуальной обороны от вирусных инфекций. Его организаторы – унитарное предприемство «Белпатентсервис» и Белорусское товариство выноходников и рационализаторов. Удельникам конкурсу пропадают створить свой вариант шмат разовой маски с подручных материалов и до 5 червяня заполнить заявку на сайте «Белпатентсервис.бай». Архкомитет подкресливает, что у инших краинах у основным патентуют звычайные промовугольные маски с разными укладышами, які могут смешать препараты. Тому конкурс может стать доброй подставой для творчости. Пераможцу бесплатно оформят заявку на регистрацию технического решения, а так само допомогут подать ей у ведомства для отримания международного праиоритету. Сегодня Международный день биологичной разностайности. Сярод основных метод этого дня – боротьба с инвазивными рослинами. Непосредственно в Гомельской области наибольшезначную погрозу для мясовой флоры представляет баршевник Сосновского и канадский сумник. Обмерах, які проймаються по их знишенні, материал наших корреспондентов. В 60-х годах минулого стаходя с баршевником Сосновского звязывали великие надзеи. На думку того частного керауництва сельскохосподарчих Алины, эта рослина повинна была вырешить проблему за обеспечення живелогадовчого комплексу кормами. Их знавмысленно завезеного на территорию Беларуси баршевника, саправды, отримливалось ашмат. Але молоко при уживанні коровами такого корму отримливалося горким. Причім для чалавека баршевник оказався яшэ небезпечным. При сонечном надворье яго сок выклікає достатково моцнай опекі. Цяпер гэта інвазівная рослина, яку можна сустрець не толькі на палетках, але і у леся. П'ять мест всього в ліснічістве на учёте состоїть 0,68 гектара. Ну, к концу года, я думаю, церриторію уменьшим за счёт того, що вже три года активно борімся з баршіковим, що даєт свій результат. Сьогодні найбільш ефіктивний спосіб боротьби з баршевником Сосновського – хімічна опрацовка. Причім робіць гэта необхідна до таго, як на сені окажеться у землі, де оно може заховуватися до восьми годів. Там, де гэта махчима, землі уводяться у севооборот, гэта першкоджае росту новых рослин. Централизованно із областного бюджета були выделіни средства на хімічну обробітку і його унічтоження. Был заключен в апреле месяце договор со Жлобинським районним отделом по чрезвычайних ситуациях, і вони успішно провели цю роботу по хімічній обробці боршевіка Сосновського. У гэтам годзі для боротьби з боршевником Сосновського з бюджету Гомельськай в області выдаткована більш як 43 тыс. рублів і аж 9 тыс. для знищення сумника канадського. Гэта есродки розмеркованы поміж сельскими саветами і сельско-господарчими предприємствами. Усі остатні землікористальнікі повинні знищать інвазівні рослины за власний кошт. При гэтам за непринятці мер по регуляванні їх розповсюджування продуглежені значні штрафы. Правда, у гэтам годзі площа, які займає боршевник, на Гомельщині не повялічыліся. Що тучиться запланованых на гэтай місяць робот по його знищенні, то зараз я не виконані на 75%. Ситуація з боршевиком Сосновського, Гомельської області, она контролюєма. На этот год у нас зарегіструвано около 59 гектарів боршевика. Где-то це 250 місць по області, в різних частях області. Все, зараз у нас подійшов цей период, коли растения боршевика достигли зеленої маси, такого размера, которая хорошо поддається і восприємчева к обробці гербицидами. Олег Сентюров, Ганна Коральчук, Яуген Макенка, телерадиокомпанія Гомельса, Жлобінського району. Роуны навучаю роуного. Такий формат профілактики укороняється у роботу супрацівники Гомельського областного управління МНС. Варятовальники сумісно з продавцами запустили новий проект «Безпечная рассада». Перед стартом продажу варятовальники областного центра позначили лотки з рассадой наклейками о правилах пожарной безпеки, а так само раздали тематичные брошюры. Продавцы за довольненням долучилися до профілактичного мероприємства. Дашники – их метовая аудиторія. Окупляючи таку безпечную рассаду, люби навіть вельми заняты чоловік обовязково вспомнить о правилах безпечних повоззинів. Я решила присоединиться к акції «Безопасная рассада», так как хочу донести своим покупателям о том, как нужно бережно обращаться с огнем на дачных участках, чтобы они об этом не забывали. Акцію в такій форматі воротовальники гомельщини запустили першими в Україні. Подобного ніхто Беларусі яші не проводив. До профілактики долучатся у всі районі в області. Тысячі саджанців з наклеєнними на стакан і попередженнями, а пожарные небезпеці раз'єдуться по нашому регіоні. Продавці реалізують свою продукцію і розказують гражданам о правильному і безопасному поведенні як на своїх приусадбних участках, а також в своїх домовладіннях. І, звісно ж, такий проєкт, новий, вперві з'явний, даст свої плоди, тому що именно така профілактика порой і потрібна нашим дачникам, а також людям, живущим в частних домовладіннях. Акцент у цій ініціативі зробіли на особистий контакт продавця і покупника. Супрацівники МНС будуть регулярно завіспешувати профілактичні продукції своїх партнерів. Гомель у ритмі джаз. Проект, який сподобався гомельчанам, знову проставить городські оркестры, але на гетерасу в режимі онлайн. Отбудеться концерт завтра. Усіх, хто засумував по саправдным джазі, запрашаюць долучиться до офіційной групи гомельських городських оркестрів соціальній сеці «Уконтакте». Початок у 11 годин. І на приконці випуску про надвор'я. На наступних выходних шагається піромінна воблачнасть, піроважна без опадків. Даже прогнозується тільки у особних районах в області. Ветер 4,6 метрів за секунду, с порывами до 10. По інформації синоптика, в суботу по ветру прогреється до плюс 10, в неделю до плюс 12. С понеделка шагається потеплення. Гэта інші новини, інформацію о проектах «Толяраду» компанії «Гомель» вы можете знайсти на нашім сайте, в інтернете по адресі. www.tvrgomel.by На цьому випуску завершено. Усяго доброго. До зустрічі в ефірі. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студії Александра Гамоля. Здравствуйте. В Добружському районі в ДТП пострадала двухлетня дзевочка. Ребенок находился на задній сидінні автомобіля «Ауди-80», а управлял машиною її отец. На автодорогі подъезда к деревні Лагуны он не предоставил преимущества в движении автомобиля «Урал» и попал под його колеса. Дочь водителя перевозилась в салоне легковушки без детского автокресла и не была пристегнута ремнем безопасности. После ДТП ее доставили в Гомельскую областную клиническую больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили домой. К слову, виновник аварии сел за руль, не имея на то права, так как два года назад был лишен его за нетрезвое вождение. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении серийного вора из Рогачевского района. В 2019 году 33-летний житель деревни Староселье совершил более 20 краж. Выбирал дома, в которые редко приезжали хозяева, тщательно планировал проникновение в жилище. По данным следствия, кражи были совершены как минимум в 14 населенных пунктах, расположенных неподалеку от места проживания обвиняемого. На машине своей сожительницы он объезжал деревни, искал подходящие дома и тайно похищал имущество. Реализовывал краденые вещи. Мужчина не сразу боялся ненужного внимания. Поэтому к моменту обыска сотрудники правопорядка нашли в его доме более половины похищенного. В основном инструменты, электробытовые приборы и одежду. Весь ущерб серийный вор в итоге возместил. Уголовное дело передано в прокуратуру. В Калинковичах сотрудники ГАИ задержали двух предприимчивых мужчин, которые обрушили крышу одного из зданий местного предприятия, чтобы вынести оттуда металлолом. Строение долгое время не использовалось и предназначалось к сносу. Хозяйским взглядом мужчины заприметили среди кровельной конструкции немало лома черного металла и решили не дать добру пропасть. Общий вес похищенного составил около полутора тонн. В сумме это порядка 470 рублей. Автомобиль нарушителя остановил экипаж ГАИ. При осмотре автомобиля в кузове был обнаружен похищенный металл. Злоумышленниками оказались двое местных жителей. Старшему 41 год, и он ранее работал на предприятии, которому причинил ущерб. Его младший 39-летний подельник ранее попадал в поле зрения правоохранителей в связи с занятием незаконной предпринимательской деятельностью в сфере оборота лома черных и цветных металлов. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Фавориты победили. Состоялись первые четвертьфинальные поединки чемпионата Беларуси по мини-футболам. Цветлогорский ЦКК в Жлобине не смог поразить ворота Витена. А вот аршанская команда трижды праздновала голевой успех, создав неплохой задел перед ответным домашним поединком. Уверена, дома в воскресенье себя будет чувствовать и Гомельская БЧМ побила в Грудно над УВД «Динамо» со счетом 5-2. Дает неплохие шансы железнодорожникам на проход в полуфинал. ВРЗ также праздновал Викторию на выезде. Дорожник обыгран со счетом 3-1. В этой паре борьба еще впереди. Столица была сильнее Борисова 904-1. Ответные матчи пройдут 24 мая. В ближайший уикенд состоятся матчи шестого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. В субботу «Светлогорский химик» отправится в гости Корше. Гомель на поле стадиона «Центральный» сыграет с Пинской волной. Начало матча в 19.00. В воскресенье гомельских болельщиков ждет областное дерби. «Локомотив» принимает речицкий спутник. Поединок состоится на поле стадиона «Локомотив». Старт в 14.30. Тренировка с чемпионами как лучший мотиватор. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» посетилась дюшор номер 10. Эта спортшкола специализируется гости к чемпионам. Воспитанница дюшор номер 10 в стране в числе лучших. Девочки 2005-2006 годов рождения победили в республиканском первенстве. Спортсменки на год моложе в своей возрастной группе выиграли серебро. «Вот эти команды, которые сегодня наши были детские, это ближайший резерв нашей гомельской команды. Я убежден, уверен, что в ближайших 2-3 года несколько человек из этих детских команд будут в составе нашей взрослой команды». Ближайший резерв гонбольного гомеля работал во время совместной тренировки с большим энтузиазмом. Не каждый день выпадает шанс заниматься вместе с настоящими профессионалами, узнавать секреты мастерства. Такой наглядный пример спортивного успеха и отношения к делу лучший мотиватор для юных гонболисток. «Реально интересно, немножко страшно, когда работаю с такими по старшему возрасту, но все равно и радостно, и мотивирует, и немножко страшно бросать. Как-то такое волнение немножко испытывается. Ну а так все, круто». После тренировки закрепление игрой. Регламент два тайма по 10 минут. Забросить гол лучшему голкиперу чемпионата Беларуси или сыграть в защите против лучшего линейного. Незабываемый опыт для девушек. У гонболиста Гомеля эмоций было не меньше. «Для них мы состоявшиеся кумиры, и это, конечно, несомненно, большой опыт для них. А для нас, наверное, это как-то окунуться, может быть, в прошлое, посмотреть все-таки, с чего мы начинали, и как хорошо то, что сейчас это все живет, и дети продолжают точно так же любить, верить и заниматься». Завершилась встреча «Автограф-сессии», а среди трофеев спортивной школы появился мяч с подписями игроков чемпионского Гомеля как напоминание о том, что мечты сбываются. Нужно просто упорно работать. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова